И тема моей проповеди сегодня – гнев, путь к исцелению. Кто-то из вас больше, а кто-то меньше соприкасается с этим явлением. И нам важно знать, что Слово Божие говорит на этот счет. Можно ли жить вообще не гневаясь? Как получить эту полную победу и полное исцеление? Истинное величие человека состоит в том, чтобы владеть собой. Есть такой псалом – «И собой овладев, гнать меня перестань. Дай мне должную дань, дай мне должную дань». То есть, когда мы не овладеваем собой, когда мы выходим из себя, мы этим гоним Христа Спасителя. Поэтому истинное величие состоит в том, чтобы владеть самим собою. И кто не в состоянии или кто не может владеть самим собой, он не может руководить другими. Итак, кто же много-много грешит? Библия говорит так, прищи Соломона 29-22. «Человек дневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит». Как хорошо, что есть Слово Божье. Нам кажется, что много грешит или грешат где-то там, где-то там далеко. Но Библия говорит, что человек дневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Это такое состояние, когда человек закипает, как чайник. Дьявол подогревает, написано, он кипятит пучину, поднимает температуру и давление в вашем окружении, и наблюдает, когда вы взорветесь. И как взорвался человек, все надо начинать сначала. Мы нуждаемся в переменах, и я верю Слову Божьему, которая способна изменять нас, слава Богу. О чем переживал в свое время апостол Павел? Давайте еще обратим внимание свое в Библию. 2 Коринфянам 12, 20 написано. «Ибо я опасаюсь». Павел говорит, я переживаю. Я серьезно опасаюсь. О чем он переживает? «Чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядка». А дальше идет целый перечень. Чего он не желает видеть? Чего он опасается? Если этого опасался Павел, это опасается и Христос, что когда Он явится, чтобы Он не нашел в нас то, чего Он не желал бы видеть или слышать в нас. Вот почему Бог работает над нами сегодня, слава Богу. Истина состоит в том, что даже христиане, посещающие церковь, они иногда гневаются, допускают гнев, а значит и грешат. Вообще, например, если что-то в вашей жизни идет не так, не по-вашему, и вы убеждены в себе, что вы невиновны, вспышка гнева неминуема. То, что идет часто не по-вашему, это точно, это переживают все. Но не всегда мы правильно думаем, когда мы думаем, что виновен кто-то в той ситуации, в которой вы оказались. Но как только вы убеждаете себя в том, что виновен кто-то, вы непременно будете гневаться. Дьявол заинтересован в человека лишать мира, и поэтому особое давление идет на христиан, когда они собираются в церковь. Очень простой вариант потерять мир и нарушить сердце, это попытаться опоздать в церковь. Хотя и усилий особых прилагать не надо, но если вы опаздываете, еще и участвуете в определенных служениях, это уже вы сами создаете себе определенное давление. И дьявол всегда использует эту ситуацию, чтобы обворовать человека. Но мы не должны жить под управлением своего характера. Мы должны жить под водительством Духа. Слава Богу! Итак, что такое гнев? Это краткая такая характеристика. Хотя это чувство знакомо многим из нас. Это сильное чувство негодования. Это запальчивый порыв, озлобление, злоба. Сильное чувство негодования. Когда наше недовольство прорывается наружу, это проявление злобы. Гневливый – это сердитый, запальчивый, вспыльчивый человек. Это человек, который зажигается, как спичка. Ему много не надо. Ему много не надо. Что-нибудь не по-нашему, и гнев тут, как тут. Библия говорит о Боге, что Бог щедр и милостив. Безусловно, такой Бог нам всем нравится. Но Библия говорит, каков Христос, таковы и Христовы. И мы должны быть похожими на Него. И когда Он пребывает в нас Своим Духом, то мы способны отображать Его подобие. Но можно говорить, что Бог живет во мне, но при этом гневаться и раздражаться, или же обижаться на других. Я думаю, что Бог не будет жить в том доме посреди вражды, зависти или непрощения. Вот почему это нежелательное явление не только в жизни, но тем более в среде христиан. И изменения возможны только через Слово Божие. Если, например, у вас есть проблема с гневом, оставьте остальные темы. Изберите для себя эту тему и, вникая в Слово Божие, исследуйте эту тему. Исследуйте до того времени, пока перемены не придут в вашу жизнь. Библия очень много говорит о гневе. Больше 400 раз упоминается это слово в Библии. Это очень богатый материал, чтобы свою жизнь изменить к лучшему. В Слове Божьем есть жизнь. Но это не то слово, с которым я соглашаюсь, читая, но это слово, которое я применяю в практической жизни. Откуда приходит к нам гнев или что является источником гнева? Библия говорит на этот счет так. Галатам 5, 19, 21. Я читаю некоторые стихи. Дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласие. То есть Слово Божье нам очень четко открывает истину, что гнев – это дело плоти, это достояние плоти. Это не есть порождение нашей земной природы, это не есть то, что мы унаследовали от родителей, это дело плоти. Христиане призваны поступать по духу, а не по плоти. И когда они правильно поступают, значит, они способны обуздать свой гнев. Но если мы действуем по плоти, то это явление, оно приходит в нашу жизнь. Вы помните, что я перед этим говорил о плодах духа? Послушайте. Вот, например, если человека зацепили, серьезно зацепили, он должен как-то защитить себя или ответить чем-то. И если в человеке, например, созрели плоды, такие как кротость, терпение, то у него всегда будет ответ. Когда этих плодов не существует, то всегда будут воинствования плотские. Он будет сам защищать себя. А почему он так поступает? Потому что другого у него ничего нет. Еще раз. Он долгое время посещает церковь, но плоды эти не созрели в нем. И чтобы ответить чем-то, то надо обладать плодами духа. Поэтому для терпеливого человека, для смиренного, какое бы давление не создавалось вокруг этого человека, для него нет проблем. Но все меняется. Все меняется в нашей жизни, когда мы еще не обладаем этими плодами. Как Слово Божие относится к гневу? Вот этот стих, который вы уже видели, продолжение этого стиха, там написано так. Как Слово Божие относится к гневу? Там написано так. Предваряю вас или предупреждаю. Кому-то это будет серьезное предупреждение, что поступающие так Царство Божие не наследует. Скажите, это серьезно? Я думаю, что очень серьезно. Предупреждаю, апостол Павел, вы предупреждены, что люди, которые поступают так, они не могут войти в Царство Небесное, они не могут его наследовать, не могут. Что бы они о себе не думали, они не могут. Христос учил, послушайте, а я говорю, всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит чему? Суду. Кажется, как-то необычно звучит это слово. Я никогда не гневаюсь, вы скажете, напрасно. Вообще, если бы меня не трогали, я бы никогда не гневался. Но оказывается, что многие проявляют свой гнев напрасно. То есть, без оснований, без причины. И Библия говорит, что эти люди, они предстанут на суд. Итак, мы разобрались, откуда приходит гнев. Я хочу еще больше идти поглубже и ответить на вопрос, что порождает гнев. Почему люди бывают гневливы? И я это хочу показать на примере одного царя Иосии. Вы можете читать то, что сейчас буду говорить. Это 26 глава книга, вторая книга Паралипоминон. Вы можете записать и прочитать эту главу дома. Здесь идет речь об удивительном человеке. В чем именно? Царем он стал в 16 лет. Немногие достигают таких высот в этом возрасте. 52 года царствовал. Это тоже немало. Библия говорит, делал угодное в очах Божьих. И прибегал к Богу. И когда он прибегал к Богу, Бог споспешествовал ему. И написано, и пронеслось имя его далеко, потому что он дивно градил себя и сделался силен. А теперь самая важная моя мысль. Что было потом? Это 16 стих из этой главы. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель ему. И он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фиам на алтаре кадильном». Давайте пройдемся еще раз по этому стиху. «И когда он сделался силен, это неплохо, это серьезная высота, возгордилось сердце его». Второй этап и третий этап. «И сделался он преступником пред Богом. Когда он сделался силен, написано, возгордилось его сердце на погибель ему. И когда священники обличили его в том, что он сделал, он разгневался. Поэтому корнем, послушайте, корнем раздора и всех противоречий является человеческая гордость. Возгордившийся человек, он обвинять будет всех и оправдывать себя, забывая о том, что проблема часто не в них, но в нем. Он будет обвинять других, но самооборона всегда будет сопровождаться гневом». «Еще раз, тот человек, который возгордился, он будет обвинять других, а защищаться будет через гнев». То есть, смиренному человеку это явление не присуще. Там гневу не за что зацепиться. А вот гордому это широкое поле для деятельности. вообще грубость и гнев это дитя гордости. Вообще все гнилое не терпит никакого прикосновения. Только затронули и будешь иметь проблему. «Но слава Богу, что Бог желает изменять нас». Гнев Озии был направлен на священников. Он понимал, что виновны они, но виновен был именно он. Просто гордость ослепила его, а Библия говорит, что от высокомерия происходит раздор. Между смиренными войны никогда никакой не будет. От высокомерия происходит раздор. Глубокая река никогда не возмутится, если бросить в нее камень. А лужа она всегда даст о себе знать мутным возмущением внутри себя. Итак, что мы находим здесь дальше? Что было потом с этим царем Озия? Написано, проказа появилась на лице его. Но корнем этой проказы была его личная гордость. Вот вы представьте себе состояние прокаженного, но всякий человек, который на своем лице или в своем поведении проявляет гнев, он этим открывает состояние свое внутри. Это уже то, что на лице человека, это то, что было в свое время в его сердце. И то, что другие это увидели, это как проказа. Поэтому дружить с гневом опасно. Рано или поздно об этом узнают и увидят все. Вы попадете непременно в такую ситуацию, что вам будет стыдно и очень неудобно. И запомните, если о вашем грехе узнают другие, это значит, что вы уже долго в этом грехе пребываете. Но наступает момент истины, когда все, что сокрытое во мраке, оно будет, что выявлено. Итак, корень, корень проказа Озии была человеческая гордость. То есть, это проявление внутреннего состояния человека. Господи, сохрани нас от гнева. Сохрани нас от этой проказы. Часто добиваясь своего, мы думаем, что побеждаем, но часто побеждает тот, кто идет путем смирения и жертвенности. Фарисеи в свое время, они видели себя совершенно в другом свете. Они понимали, что они святые люди, но Бог их видел совершенно по-другому. И это было потому, что в их жизни присутствовала гордость. Что еще порождает гнев? Это лицемерие. Написано в Библии, но лицемеры питают сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в Узы. Это те люди, которые ведут двойную жизнь. Люди, которые желают показать себя лучше, нежели они есть на самом деле. Но пожалуйста, будьте прозрачны, открыты, и ваш авторитет возрастет. Люди любят что-то естественное, натуральное, а не то, что человек желаемое выдает за действительное. Храни нас от этого Бог. Аминь. Чем гнев опасен для человека? Чем гнев опасен для человека? Первое, гнев, как всякий грех, вырабатывает привычку. Вырабатывает привычку. Не только никотин, не только алкоголь, но всякий грех, он вырабатывает привычку. И самое печальное для человека, если он привык гневаться, если он привык решать все проблемы именно этим путем. Библия говорит, я уже читал, еще раз повторяю, поступающие так. Что это значит? Это не тех, что однажды разгневался человек и все, или допустил гнев, а поступающие это норма жизни человека. Это когда ненормальное становится нормальным. это когда человек пытается указать на его гнев, а он в ответ тысячи оправданий то на голос свой ссылается, то на обстоятельства. Но еще раз повторяю, гнев это серьезно. И если этот грех вошел в привычку, то человек может раздражаться без всякой причины и гневаться тоже. А Христос говорит, а гневающийся на брата свое напрасно подлежит суду. Вот почему люди иногда говорят, а ты меня лучше не трогай. А почему же ты стал таким недоступным, не дотрогай? Потому только, что грех он укоренился в человеке. Но у нас есть возможность принести плоды Духа для Царства Божьего и жить совершенно другой жизнью. Следующее явление, почему опасен гнев для человека. Гнев написано убивает. Убивает все святое, убивает все доброе в человеке, убивает жизнь, разрушает семью. Послушайте, написано, так глупца убивает гневливость. Скажите любому человеку, который гнев допускает, что он глупый, он никогда с вами не согласится. Но Библия говорит, так глупца убивает гневливость и несмысленно губит раздражительность. Гнев убивает. Вот почему мы не дружим с гневом. Послушайте, что вызывает гнев. Есть такой горячий гнев, когда человек вспыхивает, как спичка и начинает что-то говорить или делать. Горячий гнев заставляет человека кричать, швырять вещи, ругаться и даже драться. Но есть гнев поспокойнее. Холодный гнев провоцирует безосновательные обвинения других, обидчивость, раздражительность, ревность, зависть, агрессию. Я не знаю, какой из них лучше, холодный или горячий, но я знаю, что гнев это источник серьезного преступления. Грех причиняет духу то же самое, что какое-то физическое, даже убийство для плоти. Грех убивает. Следующий момент, номер три, грех разрушает наше здоровье и лишает нас царства Божьего. Как разрушается наше здоровье, если человек гневлив, это путь к серьезным болезням, это закупорка сосудов, это опухоли, это инфаркты. И тогда уже никакое лекарство не помогает, потому что все зависит, все болезни начинаются от того зависит, в каком состоянии наш дух. Вот почему написано больше всего храни сердце свое. Не написано, что печень храни или там голову, потому что все болезни зарождаются оттуда, когда в сердце не в порядке, то человек катится вниз, переплетаясь, переходя с одной болезни к следующей. Поэтому написано не обманывайтесь, злоречивое Царство Божье не наследует. Обычно тот, кто выходит из себя, нигде не находит места, но человек надежно защищен только внутри себя. Берегите мир, не старайтесь выходить далеко, иначе можно уйти так далеко, что не успеешь возвратиться назад. Библия говорит, жесток гнев, неукротима ярость, если вы не остановили себя во гневе, следующая ваша ступень это ярость. Вы можете сделать непоправимые поступки, но изменить потом уже ничего не сможете. Почему трудно избавиться от гнева? Вы же желаете быть свободными, вы желаете, чтобы жить так, чтобы не испытывать подобных чувств. Желаете это или нет? Почему трудно избавиться от гнева? Первый момент, мы оправдываем свой гнев. то есть, мы уверены, что мы бы никогда не гневались, если бы обстоятельства изменились. Мы бы никогда не кричали, если бы дети мои были послушны. Вы готовы согласиться с этим? То есть, мы уверены, что мы если допускаем гнев, то это только потому, что кто-то вокруг нас что-то делает неправильным или что-то идет не по-нашему. Послушайте, но для нас всегда важно должно быть не то, что происходит вокруг нас, а то, что происходит в нас. Еще раз, для нас всегда должно быть важно то, что происходит внутри меня. Почему? Потому что обстоятельства, они только как бы приносят какое-то давление на наш сердечный сосуд и оттуда выплескивается то, что там живет. Поэтому никогда не обвиняйте других. Перестаньте это делать. Направьте внимание внутрь себя, возможно там кроются глубокие обиды, которые дают очередные вспышки гнева. Поймите, что проблема не в них, а в нас. Пока человек оправдывает свой гнев, он будет пленником греха. Пока человек оправдывает свой грех, он не сможет освободиться от него. человек удерживает в себе то, что он оправдывает и освобождается от того, в чем он готов сказать «я виновен». Сколько дел в вашей жизни происходит, на которые вы находите всегда оправдание? но в конце концов мы предстанем пред Богом всем. Поэтому пожалуйста не оправдывайте свой гнев. Следующий вопрос, почему человеку трудно освободиться от гнева? Мы неправильно судим о себе. Что это значит? Мы судим по своим намерениям и оправдываем свои действия. Например, вы говорите на повышенных тонах. Почему вы это делаете? Потому что кто-то вас не слушает. И вы думаете, что чем громче вы будете кричать, тем послушание ускорится. Но послушание приходит не от крика, а от дисциплины. Обычно там, где много шума в доме, там нет никакого порядка. Но еще раз повторяю, мы неправильно судим о себе. Мы думаем, что все было бы по-другому, если бы то или это не произошло в моей жизни. Но возьмите ответственность на себя, это путь к исцелению. Иначе вы лишаете возможности себя всякой на то, чтобы измениться. Библия Библия итак, братья мои возлюбленные, всякий человек дабы скор наслышание, медленно слова, медленно гнев. Почему? Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Но в чем есть проблема? Запомните, что раненые люди, они ранят других. Говорят, что самый опасный зверь это раненый зверь. Если у вас есть какие-то серьезные раны, не удивляйтесь, что окружающие вас страдают из-за этого. Но пожалуйста избавьтесь от сердечных ран. И ваши окружающие друзья и люди будут благоденствовать. Ранен раненые люди, они ранят других. Как же не грешить во гневе? Это последняя моя мысль, которую я хочу передать вам. Как не грешить во гневе? Первое, о чем говорит Библия в Висянам 4, 26, послушайте. Написано гневаясь, как дальше написано, скажите. Не согрешайте. Еще раз, гневаясь, не, то есть гнев это как искушение, оно может прийти к любому человеку. Вот такое состояние пришло к вам. Но важно для нас не согрешить при этом. То есть правильно действовать и поступать. Что это значит? Гневаясь, не согрешайте. Это значит, что когда к вам пришел, подошел гнев, ничего не говорите и ничего не делайте. все. Я думаю, это очень просто. Когда подошел к тебе гнев, когда человек наполнен гневом, пожалуйста, ничего не говори. Почему? Потому что если вы наговорите, вы наговорите много глупостей. Если вы будете что-то делать, вы наломаете много дров. Если вы будете принимать какие-то решения, они будут неправильными. Бог говорит через слово гневаясь, не согрешайте. И еще один стих говорит так, у глупого тотчас выкатывается гнев его. У глупого моментально выкажется гнев его. Все. А мудрый что будет делать? Он будет молчать. Он будет молчать. И в этом есть мудрость. И в этом есть мудрость. В свое время Суворов, который не проиграл ни одной битве, он однажды сказал своему солдату, я бы тебя наказал, если бы я не разгневался. А сколько родителей, которые наказывают детей своих только во гневе. Вы хотите, чтобы они вас услышали, но кроме гнева они от вас ничего не услышат. достойны наказания, успокойся и накажи. Но некоторые абсолютно не способны к наказанию, когда они спокойны. Но они готовы разрывать других на части, когда к ним подошел приступ гнева. Но этот человек просто военный сказал, я бы тебя наказал, если бы не разгневался. Но ввиду того, что я допустил гнев, я этого сделать, я этого делать не буду. вы согласны со мной, что глупый тот, кто во время бури садится на корабль. Я извиняюсь, я снова хочу несколько слов рыбакам сказать. Они хотя и попадают какие-то переплеты на океане, но они говорят, мы же узнаем погоду, мы же не плывем просто так, мы знаем, что сегодня будет день чудесный. И я думаю, что действительно большое безумство идти ловить рыбу знает, что тебя ожидает шторм. Но тем не менее погода часто меняется, как и настроение наше, правда или нет. Но еще раз повторяю, есть большая глупость садиться на корабль во время бури, есть большая глупость послушайте, в приливе гнева высказать свои чувства, есть большая глупость, чтобы во время приступа гнева говорить или что-то гнева или что-то делать. Вот почему Бог говорит гнева есть, что не согрешайте. Один совет или даже несколько советов, он состоит в следующем, если вы допустили гнев, подошел к тебе гнев, даже если вы Бога не знаете, посчитайте до десяти, а если серьезно, серьезный прилив гнева, посчитайте до ста. легче гнев победить в самом начале. Поэтому, например, когда вы попадете в трудную ситуацию, вспомните мою проповедь, и, например, на вас надавили, в семейной, в вашем доме семейном начинается какое-то напряжение, вспышка гнева, а вы сидите и считаете. Безусловно, муж или жена говорят, что ты делаешь? А я считаю. И она от вас отстанет, или он, просто она все поймет. Поэтому, гневаясь, не согрешайте. Следующий совет, как можно не грешить во гневе. Написано, солнце да не зайдет во гневе вашем. Солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть, не ложитесь спать снаружи сердцем, не ложитесь спать непримиренными. Смотрите, первая ступень, это конкретное действие в конкретной ситуации. Но второй момент, если уже и допустили вы гнев, если вы что-то наговорили во гневе или сделали, то следующее, что вы должны сделать, солнце да не зайдет во гневе вашем. вы должны до вечера, до постели своей все уладить, все разрешить, иначе вы гнев переносите в следующий день. А я говорил, гнев вырабатывает привычку, не шутите с этим. Я говорил вам, я еще раз хочу это сказать, что в Англии одна пара отмечала рекорд. он состоял в том, что они 80 лет прожили вместе. Сейчас ему 105 лет, жене 100 лет. И безусловно, у них спрашивали секрет вашего семейного счастья, и они ответили, никогда нельзя ложиться спать в ссоре, и не надо бояться друг другу сказать прости. Два совета. Не ложите спать непримиренными, и не бойся сказать ближнему твоему прости. Все. Это и жизнь без болезней, а это жизнь в счастье. Это правильно построенная жизнь. Но сейчас ответьте для себя, бывает ли у вас так, что вы ложите спать сутки, двое и трое и ждете, может быть, она поймет, может быть, он поймет. Или как вздулись, то пока ни взрыва не произойдет, вы на меньшее не соглашаетесь. Вы думаете, что пока вы не выскажете все, ничего не будет, но именно во гневе вы высказываете то, что и есть в вашем сердце на самом деле. И те, которые слушали вас во гневе, они потом слушают вас месяцами и думают, он это или не он. Это правда или это просто разговоры? Потому что все истинное прозвучало во гневе. Почему оно истинное? Потому что оно исходит из сердца. Берегите жизнь, берегите ваши души, просто не шутите с этим. Я говорю, еще хочу сказать, если вы ложитесь спать непримиренными, в вашей жизни нет страха Божьего. Вы привыкли так жить, это другое дело. Но в вашей жизни отсутствует страх Божий. Вот представьте себе такую семью, которая не проснулась. Это будет ужасно. Поэтому написано, солнце да не зайдет во гневе вашим. Прощайте друг друга. В признании греха есть большая сила. Библия говорит, признавайтесь друг при другом проступка и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Но получилось какое-то напряжение ссора. Скажи, я виновен. Нормально живет семья, знаете, когда, например, опоздали, например, из-за жены или мужа. А один кто-то готов сказать, мы опоздали. Ну, вы же одно. А когда просто да, я опоздал потому, что она или он, это уже не одно. И когда вы говорите, мы опоздали, послушайте, то тот, кто виновник опоздания, он быстрее прозреет. А если говорите, что он виновен или она, то ситуация затянется надолго, кризис пришел в вашу жизнь. Мы должны разделять и радости, что? И печали. А иначе получается, успех это я, а опоздание это он. Признавайтесь друг при друге в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Вы знаете, например, приступ гнева в семейной жизни человек готов признать перед кем угодно, только не перед теми людьми, пред которыми он гневался. Почему это? Потому что, опять же, он понимает, что он прав, а это путь в никуда. Почему-то проказа проявилась на твоем лице, остальные же ведут себя нормально. Господи, сохрани нас от беды. В признании греха есть большая сила. И последний совет, как во гневе не грешить, написано, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь или успокоитесь. То есть, ложись на постель и подумай. Трепещите, но не грешите. Гневаясь, не согрешайтесь, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь. Истинное успокоение человеку может дать только кто? Бог. И если что-то нарушено в вашем сердце, успокойся, а потом действуй. Приди к Богу, который может тебя понять, которому ты можешь все высказать, и Он может успокоить твое сердце. И когда придет это успокоение, изменишься ты и твое окружение. Запомните, свободен лишь тот, кто владеет собой. Свободен лишь тот, кто владеет собой. Самообладание это путь к обладанию. Если вы хотите чем-то обладать, достигать каких-то высот, то вы должны сначала научиться управлять собой. Самообладание, поэтому не укрепляйте свою плоть, но распинайте ее. Живите не по плоти, но по духу. Каждый раз, когда гнев проявляется в вашей жизни, вы укрепляете этот гнев внутри себя. Каждый раз, когда вы питаете свою плоть, вы ослабляете свой дух. Все, что я не кормлю, оно умирает. Не так ли? И если я живу по духу, значит, дух мой, он будет живым. Если я живу по плоти, то дух мой умирает. Не кормите вашу плоть делами плоти. Не допускайте греха в вашей жизни. Не думайте, что это просто так. Библия говорит, что человек гневливый много грешит. Он всегда находит время и причину. Он может гневаться даже без причины. Но в этом нет мудрости. Распинайте свою плоть. Библия говорит, а те, которые христовы, распряли плот свою со страстями и похотями. это путь христианина. Ибо живущие по плоти Богу угодить не смогут. Даже если желают этого, у них не получится. Но сам Бог знает своих и будет благословлять и заботиться о них. Ибо те, которые христовы, они известны Богу. Но чем они отличаются от других? Они распяли плоть со страстями и похотями. Поэтому несколько советов и мы будем молиться. Библия говорит перестань гневаться и оставь ярость. Не рывной до того, чтобы делать зло. Перестань, прекрати так жить. Пожалуйста, утверждайте в себе, практикуйте в себе воздержание. Если вы желаете жить этой жизнью, запомните воздержание не придет к тебе вдруг. Почему не придет к тебе вдруг? Потому что написано, то вы прилагая к этому все старание. Смотрите, что происходит. Например, если к человеку подходит гнев, а он находится на церковной территории, он вряд ли даст знать, он вряд ли допустит, чтобы все увидели ее проказу. А дома никаких проблем, что есть, то и есть. Скажите, пожалуйста, он мог удержать себя во гневе или не мог? Безусловно, мог, но не захотел. Написано, то вы прилагая все старания. Самое трудное это изменить себя, самое трудное это работать над собой, но Библия говорит, перестань. Мы иногда говорим детям, перестань, сядь, и удивляемся, что на конце концов послушал. Но послушайте, Бог говорит взрослым людям, перестань. Сколько можно так жить? Это же позорит христианство. Это нам не к лицу. Не рывнуй до того, чтобы делать зло, а дальше написано, а теперь вы отложите следующий стих, а теперь вы отложите все. Что это значит все? Гнев, ярость, злобу, злорече, сквернословие уст ваших. А теперь вы оставьте это как ненужную вещь. Послушайте, снимите это как грязную одежду во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа и не возвращайтесь к старой жизни. Будьте победителями. Когда вы соприкасаетесь к гневам, проявлен гнев человека, как вы должны действовать, послушайте, Библия говорит, кроткий ответ отвращает гнев. А оскорбительное слово возбуждает что? ярость. То есть от гнева подошел к человеку и он вас атакует. Слушайте меня внимательно. И если у вас есть кротость, плод духа, то ничего с вами не случится. У вас есть достойный ответ. Никакая крепость дьявола, она не устоит. Но если у вас нет этой кротости, вы не способны ответить кротко, вы не способны промолчать, то ссора только усилится. Ссора только усилится и в результате вы будете иметь много бед. Что для меня, что меня восхищает. Почему я верю в победу Голгофы? Потому что Христос, он был способен контролировать свой гнев. Он не грешил во гневе. Я думаю, вам интересно это знать. Послушайте один стих из Библии, Марка 3, 5. И возрел на них с гневом. Почему? Потому что там было какое-то действие исцеления, не все соглашали, что это в субботу, кому-то это было непонятно, неприемлемо. Послушайте, но написано, но и возрел на них с гневом, скорбя, почему он скорбел, об ожесточении сердец, и говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Смотрите, вот сердца этой толпы ожесточены. Христос мог бы их поставить как бы на место. И вот этот гнев подошел к нему, и как бы действовал обычный человек, он бы так сказал, а ну фарисеи, подойдите сюда, сейчас я на ваших глазах исцелю этого человека, а потом разберемся с вами. Представьте себе, как бы эти люди все перепугались бы. Но он не стал трогать эти ожесточенные сердца. Он не стал ни обвинять, ни упрекать, ни выговаривать их. В конце концов, он даже не стал им проповедовать покайтесь, в конце концов. Он знал свое призвание, он знал, что он должен делать. Он пришел, он пришел, чтобы помочь людям, и когда он увидел человека в нужде, он тут же пришел к нему на помощь. И вот эти ожесточенные люди, они не остановили его, а самое главное, они не вывели ее в состояние равновесия или покоя. Он был написан искушен во всем, кроме греха. То есть подходило к нему это искушение гнева, но он никогда не согрешил. Почему? Потому что он поступал по слову. Он пришел исполнить волю своего Отца. Поэтому перед молитвой я хочу, чтобы вы еще этот стих услышали. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас. Иисус Христос, смерть, которую мы будем вспоминать сегодня, написано, он, страдая, что делал? Не угрожал. Он не воинствовал по плоти. Вот почему он грехи всех нас взял на себя и принес нам избавление и победу. Поэтому сегодня Бог говорит, но облекитесь в любовь, снимите эти грязные одежды во имя Иисуса. Оставьте тот, что не приносит плода и хорошего результата. Живите во всем угождайте Богу. Будьте дружелюбны, будьте добры, и к вам люди потянутся. Пусть вас Бог благословит, и пусть мир Божий придет в ваше сердце, в ваш дом и в вашу семью. Всех благ я вам желаю, да благословит нас Бог, чтобы все мы, избавившись от гнева, жили для праведности, прославляя Бога во всем. Аминь. Аминь.